доброе утро друзья сегодня 30 июля у нас здесь как обычно паспортно утром был ливень вчера вечером съездили с ребятами в толнах впечатлили там особенности природы как работают нашли комара я сегодня хотел бы ответить на вопрос одного из подписчиков по поводу моего ролика связано с проблемами озера проблемы моего родного поселка и почему сплошь и рядом говорят что чиновники воруют тут все очень просто несколько моментов которых нужно пояснить выяснить и знать во первых когда уходит тот или иной документ или та или иная программа то прорабатывается сразу вопрос о этапности приемки той или иной работы ссылки на определенный нормативный документ по которому будут проявляться все или иные работы и в рамках нормативной документации которая есть принятая территория россии к сожалению на каждой такой вот серьезную проверку нужно иметь специалиста условно говоря там в той же области строительства который имеет соответствующие полномочия а у нас зачастую архитекторами начальником строительного какого-то отдела работают люди которые не имеют специального образования не имеет соответствующую кофе квалификации и соответственно они не грамотно выдают определенные технические решения или выводы или еще что-то а строим мы к сожалению это факт во многих вот программах тоже благоустройство сейчас вот парк сижда благодать строим и по картинкам по картинкам которые кто-то где-то нарисовал никто их не обсчитал с точки зрения строительных норм правил и требований и когда делают под эти картинки рисуют какие-то деньги подчеркиваю рисуют не считает соответственно тляпнули там для второго этапа парк атишда гладь нужно 80 миллионов возможно но все зависит от того когда начнут делать ведь каждый квартал цены на основные показатели по работе по материалам они видоизменяются и к сожалению не в сторону уменьшения соответственно нужно разрабатывать проектно-сменную документацию на этот квартал с учетом коэффициентом следующего и когда происходит выбор подрядной организации нужно это все учесть но специалистов в области проведения правильных торгов специалистов проведения строительного контроля экспертизы авторского надзора и многое-многое другое у нас к сожалению на примере там уже сенгелеевского района их нет или недостаточно сам глава администрации района чиновничеству если уж по-честному говорить никакого отношения не имеет он может быть неплохой военный бывший неплохой агроном может быть неплохой руководитель сельхозпредприятия ну в части своего образования профильного профильного образования в лице муниципального служащего или в лице руководителя муниципального службы у него нет и нет его у специалистов которые там в данный момент работают соответственно какие могут быть правильные отдуманные решения которые можно оценить с точки зрения профессионализма скорее всего нет вот отсюда в россии рождается то что на местах люди работают не сведущие не толковые не понимающие они совершают ошибки это естественный процесс потому что не знают и направление для руководителя на местах должно быть ни одного там условно говоря толка там нужно иметь либо человека универсального либо как вариант я об этом говорил и не раз нужно привлекать для вынесения того или иного решения нужно привлекать специалистов да за деньги да возможно потребует определенные но если ты не имеешь соответствующих знаний привлекая тех кто имеет знаний дабы потом можно было оспаривать или доказывать свою правоту все остальные контролирующие органы они изначально своем штате имеют соответствующих специалистов у которых четко поставлена задача найти нарушение найти нарушение в любой работе можно и тем самым у нас многие открещиваются и говорят ну если что-то делаешь да что-то там вот бывают ошибки но ошибки такого профессионального толка они незначительные и 3 могут корректироваться то есть можно что-то исправить ошибки которые допускают люди которые не следуют они большого толка я вот пример вам приведу когда 2011 году мы говорили про ремонт нашего клуба я специально с университетом к которому учился в ульянскому саду технический университет заказал экспертизу фундаментов заказал экспертизу конструкции и мне дали заключение что строение 51 года постройки требует сноса без возможного усиления укрепления конструкции то есть потому что фундаменты построены были без цемента простоял он полвека ну и хорошо об этом я всем сказал даже поругался с министром строительства шкановым михалом чем ругался сергей ивановичем морозовым пену рта доказывал я был один кто специалист в этой области но и по совместительству был еще и так сказать глава администрации района меня не прислушивались меня обвинили в том что я как правильно и что в конечном итоге произошло 2011 все говорили что я плохой а в 2012 попробовали восстановить ничего не получилось потому что когда начали стягивать стены и фундаменты у них пошел вниз и соответственно здание начал разваливаться приняли решение потратить деньги бюджетные порядка там 5 6 миллионов потратили потом приняли решили что надо его сносить вместо того чтобы на этом месте сделать другое строение произвести серьезную реконструкцию они все снесли убрали и потом еще деньги вложили и построили парк вот если поэтапно разбираться по технологии того что сделали на этом месте то тут нужно половина пересажать те кто принимал решение наказать потому что они сделали такое серьезное нарушение по используем бюджетных средств по неправильному технологическом процессе много многое другое при этом государство потеряла порядка м 10-15 миллионов но всем все нравится парк сделали все хорошо вот один из примеров я не думаю что на самом низком уровне на поселении на этом чиновники там в кавычках воруют они не воруют может быть они из-за своего раз гильдяйство допускает нарушение бюджетного законодательства нарушение технологии производства они это допускают и за это можно штрафовать потому что когда прокуратура привлекает специализированные организации лицензионные которые имеют право вот они выявляют на каждом этапе нарушений и соответственно если с ними не контактировать и не работать то получается все что делает местная власть за последние там 10-15 лет она все находится под области критики ведь не забывайте что у каждого строительного объекта есть гарантия вот если бы сейчас поверьте мне если бы сейчас в том же например парке тишь да гладь пришли бы независимые эксперты по строительному контролю то все что делали коллеги когда-то два года назад сделали в этом парке они бы выявили миллион нарушений поверьте мне миллион нарушений кавычках с деньгами и соответственно принимал этот объект глава поднимали ответственные люди комиссии пенсионеры какие-то даже это все не соответствует тому чтобы это принимали специализированные организации их не привлекали поэтому каждый год парк латают каждый год его ремонтируют и качество ненадлежащее вот так объекты не строит в нынешнее время так вообще не строит поэтому я уже говорил в роликах что много времени нужно тратить на обучение эта проблема вот системной по всей стране то есть воровство она не явная она именно незнание если где-то ты происходит условно говоря вот то что часто говорят по телевизору а забыл этот момент по телевизору все говорят что все чиновники воруют не верят но нет такого чиновников очень много на самом деле и и защищать не принято от слов совсем то есть пропаганда которая действует на территории россии она говорит что все хорошие кроме президента премьера и той команды который сидит москве а все на местах они все плохи у нас в области самый хороший губернатор а все остальные плохие потому что нет не умеет работать как то так сверху вниз но в целом это проблема не обученных кадров кадрами никто не занимается отсутствие специализированных организаций которые бы при принятии решения обслуживали бы те или иные бюджетные учреждения и так законодательство наше устроено что люди например например строят дом культуры шиловки ответственное за строительство поставлено там руководитель подразделения связанные с культурой она никакого отношения к строительству не имеет но отвечать перед законом перед расходами бюджетных средств будет вот так то же самое и многим другим вещах вот поэтому специалисты есть на стране их нужно привлекать нужно все это дело контролировать тогда будет качественная работа и правильно своими бюджетных средств всем огромное спасибо хорошего настроения я всем привет нахожусь в талнаке хочу посетить на руднике комсомольском посетить памятник комару здесь поставили памятник комару город алнах это вот комсомольский рудник а здесь я вот он норникель всем привет вот он великий памятник комару а а а а а а а а Памятник Комару Самое разновидное большое здесь животное Вот так вот Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok